Акции ВТБ. Дивиденды больше, чем у Сбербанка? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Акции ВТБ мы с вами сегодня обсудим, обсудим вновь как ответ на ваши пожелания из комментариев. Не так давно в декабре мы с вами акции Сбербанка обсуждали, и здесь под тем видео самым популярным комментарием был комментарий, набравший 121 лайк с запросом на разбор более перспективных акций в плане дивидендов и доходности. Традиционно благодарю всех, кто ставит лайки, пишет комментарии с пожеланием по темам видео и подписывается на канал. Как видите, мы стараемся отвечать на наиболее популярные запросы в формате новых материалов и новых видео. Итак, какие акции более перспективные в плане дивидендов, чем Сбербанк? Ну, видео про Сбербанк. Напомню, мы с вами пришли к выводу, что где-то 27 рублей на акцию дивидендов светит по Сбербанку в наступающем 2022 году по итогам 2021. Соответственно, по обыкновенным акциям, которые там сейчас 293, по привилегированным, которые 277, это будет примерно 9,5-10% дивидендной доходности. Учитывая, что ключевую ставку подняли до 8,5, что, может быть, ее еще поднимут на 9 или даже 9,5, это, в общем, не супер прям много. И возникает вот как раз вопрос, да, как в комментариях, а какой, да, по каким акциям будет побольше? То есть не 9,5, не 10, а, скажем, 12 или 13%. Ну, на мой взгляд, по ВТБ намечается такая дивидендная доходность. Я постараюсь в этом видео как раз показать на числах, почему именно такую лично я ожидаю. Сначала пару слов про акции ВТБ. ВТБ начал торговаться на бирже в 2007 году. Это была знаменитая народная IPO банка ВТБ. Абсолютно ужасно, абсолютно провальная. По 13,6 копейки за акцию они вышли и сразу полетели вниз. То есть там, если не брать какой-нибудь там первый день торгов, то вообще вниз полет был довольно быстрым. Там еще и кризис наступил. И, в общем, они чуть ли не в 6 раз упали за пару лет. Ну, и у многих инвесторов, которые в те времена вкладывали в ценные бумаги, и они отбили малейшее желание участвовать в российских размещениях акций на бирже. Что примечательно, они не только там в 2008 падали, в 2009. Спустя 14 лет после своего IPO они так и не восстановились. Они по-прежнему где-то раза в три дешевле торгуются, чем торговались в 2007 году в момент IPO. Вообще, когда мы вот смотрим на такой график за 14,5 лет, возникает вопрос, вообще, зачем сюда инвестировать? Тут вот такой стабильный 14-летний нисходящий тренд. Но фишка в том, что это настолько длительный нисходящий тренд, что за 14 лет и акции упали в три раза. И компания, так сказать, улучшила свои финансовые показатели. И она тогда была сильно переоценена. И сейчас она упала в цене и получше, так сказать, зарабатывает стало. Что, может быть, сейчас, наоборот, настало время для долгожданного разворота наверх. И, может быть, мы увидим там и 6 копеек за акцию. Кто знает, может быть, там через пару лет и 7-8. Вот. Ну, опять же, сейчас попытаюсь пояснить, почему. Итак, чем интересны акции ВТБ? Ну, конечно, как и акции, многие акции на российском рынке, в первую очередь дивидендами. Да, то есть покупка под дивиденды – это одна из ключевых идей или историй на российском рынке акций. От чего зависят дивиденды по акциям ВТБ? От двух ключевых параметров. Это от того, сколько ВТБ заработает прибыли за 2021 год. И от того, какую долю прибыли ВТБ направит на дивиденды. Давайте начнем со второго вопроса. Какую долю прибыли ВТБ направит на дивиденды? Пару лет назад ВТБ огорчал инвесторов, ну, точнее, даже в прошлом году это было. ВТБ огорчал инвесторов тем, что направил на дивиденды не половину прибыли, как обещал. Они там обещали, еще даже в начале 2020 года они обещали, вот мы половину прибыли направим на дивиденды. Затем наступил кризис, и они быстренько, как говорится, переобулись в воздухе, направив на дивиденды всего лишь, по-моему, 10% прибыли. То есть в 5 раз меньше. Конечно, это очень сильно разочаровал инвесторов, и акции ВТБ в 2020 году были под заметным давлением, и не только потому, что кризис, но и потому, что они, так сказать, заплатили в 5 раз меньше, чем обещали. Вот, но в 2021 году, по итогам 2020, они вполне себе полону прибыли на дивиденды направили. Проблема была только в том, что за 2020 год прибыль у них казалась, ну, так сказать, небольшой, вот, и дивиденды оказались небольшими, но вот по итогам 2021 могут вполне себе оказаться большими. То есть по итогам 2020 года прошлого ВТБ направил полону прибыли на дивиденды, сейчас нет оснований полагать, что они не направят полону прибыли на дивиденды по итогам 2021 года. То есть я имею в виду отсечек, который будет в районе весны-лета 2022 года. Вот. Конечно, есть риск, что вдруг они вновь переобуются, но все-таки они уже полону прибыли направляли на дивиденды, и, как говорится, пора продолжать столько же направлять. Тем более, что они, по крайней мере, обещают, и каких-то новых кризисов пока что в 2022 году не предвидится. Итак, полону прибыли на дивиденды. Теперь следующий вопрос, вернемся к пункту первому. А сколько прибыли заработает ВТБ? У ВТБ есть приятная особенность, они начали публиковать свои финансовые результаты не только по кварталам, как делают большинство компаний, но и по месяцам. И, в частности, вот буквально позавчера подъехала информация, сколько ВТБ заработал за 11 месяцев. И это уже довольно точный прогноз позволяет дать, то есть мы с вами за 12 месяцев не знаем показатель, но знаем даже не за 9, как по большинству компаний, а за 11, за 11.12. Вот, и оказалось, что за 11 месяцев они заработали 309 миллиардов рублей чистой прибыли, да? То есть еще сколько-то добавится за 12 месяц. Ну, давайте пока, исходя из 309 миллиардов рублей за первые 11 месяцев, произведем расчеты дивидендов. Значит, по ВТБ. У них есть некоторая особенность, там, с тем, что у них есть привилегированные акции, про это сейчас тоже скажу. Давайте с вами возьмем следующие расчеты за базис. Вот, ну, они в 2020 году заработали 86 миллиардов рублей, и это привело к тому, что они заплатили дивидендами 14 сотых копейки. Одна из проблем акций ВТБ в том, что они торгуются в копейках, и, конечно, очень неудобно и произносить эти числа, там, в рублях, это там вообще какие-то там тысячные, десятитысячные доли. В общем, язык можно сломать несколько раз, пока это все произносит. Вот, 14 сотых копейки они направили на дивиденды по итогам прошлого года. Соответственно, мы с вами берем калькулятор и вбиваем сюда 0,14. Это соответствовало прибыли 86 миллиардов рублей, а сейчас они заработали 309 миллиардов рублей. Умножаем на 309 и получаем, что они за 11 месяцев этого года, при условии направления половиноприбыльной дивиденды, заработали больше, чем полкопейки прибыли. Да, это получается 0,54 примерно. Если мы с вами возьмем текущую цену акций ВТБ, на момент записи видео это 4,8 копейки, 4,81. Давайте с вами вот в калькулятор этот вобьем. Если мы делим на 4,81, умножаем на 100, чтобы получить в процентах, то мы с вами получаем дивидендную доходность 11,16%. То есть более 11% дивидендной доходности по акциям ВТБ уже наметилось за 11 месяцев. Что, в общем, весьма хорошо. Здесь важно помнить, что есть еще 12 месяц. Ну, там по определенным причинам 12 месяц не факт, что получится тоже таким же хорошим, как предыдущий. Но, тем не менее, да, 11% за 11 месяцев. Это пахнет дело здесь, может быть, 12% процентами за 12 месяцев. Да, вот у Сбера там было 9,5-10, а здесь мы видим потенциальные 12% дивидендной доходности. Это, конечно, заметно выше. Есть еще один важный фактор, про который нужно сказать. Дело в том, что у ВТБ есть акции. Вот большинству известные акции ВТБ, которые там на бирже можно купить, это обыкновенные акции. На самом деле у ВТБ есть еще привилегированные акции. Они не торгуются на бирже. Вот, это отдельные акции, которые там принадлежат государству. Вот, и по ним тоже платятся дивиденды. Фишка в том, что сейчас идет, так сказать, дискуссия, идут переговоры по поводу того, что, может быть, ВТБ по привилегированным акциям, которые на бирже не торгуются, будут платить дивиденды поменьше. И это что означает? Если они по привилегированным будут платить дивиденды поменьше, то на обыкновенные будет, как говорится, оставаться, может быть, побольше. Не факт, потому что все-таки там деньги идут государству. И понятно, что, в общем, не факт, что государство, то есть, ВТБ договорится с государством, что меньше будет платить дивидендов, потому что государству деньги всегда нужны и важны. Они не откажутся, скорее всего, просто так от денег. Но, тем не менее, потенциально, как такой возможный драйвер, может быть, они на привилегированные заплаты дивидендов меньше, а на обыкновенные пойдет больше. Ну, тут, конечно, зависит от того, как договорятся или нет, какие там будут пропорции. Здесь и так расчеты сложные, а все зависит от того, как они там что, какие пропорции сделают. Тем не менее, есть основания полагать, что по ВТБ мы можем ожидать дивидендную доходность в районе 12% по итогам года, если, так сказать, повезет, да, может быть, и 13%, если там по привилегированным акциям дивидендов заплатят меньше, на обыкновенные, наверное, сами достанется больше. И это, на мой взгляд, довольно интересный момент, интересный расклад для того, чтобы акции ВТБ, так сказать, добавить в портфель. Ну, вот я не так давно их в портфель тоже докупал. На мой взгляд, если говорить про цену акций, то мы можем увидеть эти акции не просто выше 5 копеек за акцию, вполне имеем шансы увидеть их и по 6 копеек за акцию, где-то в районе весны-лето ближайшего года. Это потенциал роста плюс-минус 20%, ну, то есть 20%, скажем, за полгода, это 40% годовых. Мне довольно, так сказать, хорошо, довольно, очень нравится такая перспектива, и я надеюсь, что акции ВТБ нас порадуют, и в этом плане лично я бы сейчас делал ставку на акции ВТБ больше, чем на акции Сбербанк, потому что акции ВТБ, дивидендная доходность, ну, заметно, да, там на 2-3%, может быть, больше, чем по Сбербанк. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на комментарий, колокольчик всячески приветствуются. Также обратите внимание, что у нас новогодняя распродажа. Подписка на сервис Инвестидей на 2 года, это рассылка, что я покупаю, продаю в портфеле, плюс доступ к большему количеству аналитики и заметок. Вот сайт сервиса Инвестидей, например, тут есть и таблицы Инвестидей, и большое количество разных заметок. Вот, и вы получите записи в подарок нашей трехступенчатой программы, записи вебинаров, осенних программ. Это 21 занятие, да, получится со скидкой, то есть получится как бесплатные записи занятий. Ссылочки на спецпредложения будут в комментариях к этому видео. Желаю вам успешных инвестиций, поздравляю с наступающим, ну и надеюсь, что мы еще в новых видео успеем. До наступающего Нового года встретиться.